Лагерь принадлежит МГТС. Первое, что бросается в глаза, чистота и ухоженность территории. К тому же она очень большая, зеленая и благоустроенная. Дети размещаются в комфортных двухместных и трехместных номерах. Чувствуют они себя здесь прекрасно. О чем говорят таблицы настроения, которая висит в каждом отряде, и в которой ребята преимущественно рисуют улыбающиеся смайлики. Каждый ребенок подходит и ставит обозначение, как он себя чувствует, как у него прошел день, какой у него настроение. В лагере ребята занимаются творчеством. На их выбор множество кружков. От рисования до кружка, в котором из тоненьких бумажных полосок делают целые композиции. Знакомые с детства запах встречают у кабинета, где проходят занятия по выжиганию по дереву. Ребята готовят работы ко дню России. В соседнем кабинете воспитанники делают аппликации из пайеток. Какие мелкие детальки-то. Только детскими пальчиками это можно собирать. В результате получаются настоящие картины. К тому же это занятие развивает мелкую моторику рук, что для школьников, особенно младшего возраста, очень полезно. В основном, конечно, в лагерь приезжают москвичи. Но и наши ребята здесь тоже отдыхают. Много в эту смену наших детишек одинцовских? Вы знаете, вы смотрели где-то? Ну, я скажу, не очень много, но где-то от 20 до 30 детишек. Вот так вот. 20-30 детей одинцовцев здесь смена. У детей, ориентированных на спорт, тоже масса развлечений. Бассейн, в котором часто проходят соревнования, крытый спортивный центр, волейбольная и баскетбольные площадки, теннисный корт, есть даже свой стадион с резиновым покрытием и футбольное поле. Я уверен, что всем остальным лагерям нужно просто брать пример и соответствовать такому уровню, который мы здесь увидели в этом лагере. Мы полностью заполним смену, первая смена, 300 детишек здесь. Посмотрели столовую, посмотрели то, чем занимаются дети. Помимо спорта, который мы с вами сейчас наблюдаем, мы слышим очень много кружков развивающего планка. И дети с горящими глазами, дети все заняты. По словам Андрея Иванова, сейчас ведутся переговоры с директором лагеря о расширении квоты на отдых одинцовских детей в Искре. Ну, допустим, чтобы она была не меньше 100 детей, допустим, из Одинцовского района. Мы уже начали обсуждение, как раз здесь Ольга Ивановна, начальник управления образования. Я думаю, что сам механизм, правовой механизм и механизм финансирования мы отработаем. И уже следующие детские каникулы, которые, возможно, будут проводить здесь, мы будем обязательно с четкой квотой Одинцовского района и Подмосковья. Такие инспекционные поездки по детским лагерям необходимо, чтобы иметь представление о том, в каких условиях отдыхают наши дети, все ли в порядке с точки зрения безопасности, медицины, обслуживания и досуга. Анна Макарова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.